Привет, ребята! Многие из вас давно просили нас снять видео про выживание в лесу, а нам как раз нужно было туда сходить для того, чтобы сделать вам небольшие сюрпризы. И как только Билли и Кевин узнали о том, что мама и папа уходят в лес, они начали проситься с нами и получили, что хотели. Билли мы прилепили вот такой вот колокольчик, чтобы он не потерялся. Для нашего задания нам нужны были пила, нож и, конечно же, рабочие перчатки. И, разумеется, мы прихватили с собой большой рюкзак для того, чтобы как-то выжить в лесу. Билли шел первый, прокладывая маршрут. А мы следовали за ним по пятам, попутно рассказывая Кевину о том, какие зверюшки водятся в лесу. Кстати, этот колокольчик, который вы видите на Билли, мы нашли на побережье. Скорее всего, это от какой-то удочки. Подходя к лесу, мы сразу почувствовали запах мха и свежесрубленных деревьев. Мы с Мишей очень любим запах леса. Итак, мы наконец-то в лесу. Теперь нам осталось определиться, в какую сторону нам следовать для того, чтобы выполнить наше важное задание. Мы собираем желуди, красивые листочки и все, что может нам пригодиться для подарков. А для каких мы вам пока что не скажем, но скоро вы сможете получить кое-что уникальное от всей нашей зверосемьи. Поэтому желуди я все-таки пока что припасу. В лесу мы наткнулись на чей-то разваленный дом. Везде валялись сиденья, диваны, какие-то странные поролоновые штуки, плакаты. Такое ощущение, что еще несколько часов назад здесь стоял настоящий дом, а теперь все разрушено. Мы очень долго осматривали территорию и не могли понять, что же здесь произошло. Посмотрите, матрасы, ковры, а еще здесь есть самодельный стол и стулья. Такое ощущение, что здесь жил совсем не один, а несколько человек. Мы даже сначала подумали, может быть это был домик Зои, она же у нас любит жить в лесу. Если честно, мы немножко сомневались, стоит ли нам идти в этом направлении, потому что выглядело это все как минимум стремно. Но мы решили идти к цели вперед. Когда мы зашли в лес немножко глубже, Миша сразу начал искать себе материал для работы, а мы с Билли и Кевином разместились на лавочке и решили немножечко помечтать, если бы мы жили в лесу. Мам, а я чего-то уже и кушать захотел. Долго там папа будет поделки делать? Вы можете себе представить, мы еще только зашли в лес, а Кева уже хочет кушать. Ну как же так? Я бы тоже уже подкрепился, если честно. А у нас что-то есть с собой? Конечно, ведь я собирал нам еду, у нас ее просто не может не быть. Вон там, в портреле сзади. Ребята, еда у нас, конечно, есть, но я предлагаю, папа закончит дело, и мы пойдем с вами на полянку, там расстелимся и уже будем по-нормальному кушать. Пойдем, мой хороший, папа. Сая, почти готова все. Давай, мы тебя ждем! Поработаю, сейчас заделаю. К тому времени, как зверопапа завершил все свои работы, Кевин уже сидел в переноске и даже не рыпался. Вы представляете, насколько он хочет кушать, что смиренно сел в переноску, которую он, кстати говоря, не очень сильно любит. Мы думали, что уже идем размещать наше место для того, чтобы покушать. Но Миша опять направился вглубь и начал таскать какие-то палки. Как оказалось, это для размещения палатки. Мы нашли зеленую полянку и решили, что пора размещать наш мини-шатер. Миша сказал, что животным будет безопаснее в укрытии, потому что летают всякие комары, мошки, а еще сейчас сезон клещей. И хоть наши зверодетки и обработаны, все равно никто не застрахован. Идеальным и быстрым вариантом для нас оказалась самая простая палатка из трех веток. Миша быстро отпилил все сучьи и взгромоздил нам большую палатку. Кстати, ребята, когда вы направляетесь в лес, обязательно берите с собой пилу. Конечно, деревья пилить нельзя, но если они лежат сухие на земле, то вам это может очень пригодиться. А еще не забудьте про веревку, как сделали мы. Ну и, конечно, пледик для наших любимых зверодеток, потому что без пледа нашу палатку никак не соорудить. Когда мы открыли дверь переноски, Кевин размурчался. Он просто обожает этот момент, когда он куда-то долго едет, а потом его резко выпускают. Он мурчит, наверное, минут 15, причем так громко. Посмотрите, и Кевину, и Билли понравилась эта палаточка, а нам будет намного спокойнее, если наши зверодетки будут в укрытии. Если пойдет дождь, он им совсем не страшен. Повторюшка Билли Бой решил повторять все за папой и попытался отломать веточку своими зубами. Лучше бы, конечно, лапами. А все знаете почему? Да, потому что Кева был ответственный за еду и положил всю еду, но совершенно забыл про тарелки, вилки. Чем же мы будем кушать? Что же мы будем делать? И наш зверопапа, как всегда, направился в глубину леса для того, чтобы выпилить нам из дерева хоть какие-то мини-тарелочки. Мам, пап, уже можно кушать? Мы начали распаковывать продукты, которые все собирал Кевин. Среди них был зеленый горошек, очень много овощей, вот такой вот рис, только рис-то Кевин забыл сварить. Кевин, ну рис же нужно было сварить. Кто же будет есть такой жесткий рис, не вареный? А Кева, кажется, и понятия не имел, что рис вообще варить нужно. Он его, наверное, никогда и не пробовал. А вот Билли немножечко огорчился тому, что риса сегодня не будет, потому что он рис очень любит. Свежие овощи, огурчики, морковка, перчик, яблочко. Ну, яблочко, конечно, не совсем овощ, но тем не менее тоже пойдет в лесу. А еще куриная грудка. Я не знаю, как Кева удержался, чтобы не съесть ее, когда запаковывал этот рюкзак. Но мы ему не дадим раньше времени, конечно. А вот с рисом придется что-то придумать. Но ничего страшного, пока мы будем готовить другую еду, рис мы зальем и постараемся максимально его согреть, чтобы он разбух у нас в стакане. Если вы купили в магазине рис для быстрой варки, то вероятность того, что он приготовится за несколько часов, очень высокая. Вот и у нас так же случилось. Хорошо хоть что рис выбирали мы с Мишей, а не Билли с Кевином. А то бы вообще у нас риса не было. Ммм, Билли, кстати, понравилось. Мам, пап, а если у нас есть рис, может быть мы сделаем суши? Я так давно не кушал суши. Мне очень хочется, как в Москве. Ну, зверодетки, зверодетки, фантазеры, как же мы будем готовить суши в лесу? Это же почти что нереально, ведь для этого нам нужны специальные принадлежности, которые заворачивают суши, чтобы они не распадались. Ну, раз запрос такой был, давайте попробуем сделать хотя бы что-то очень похожее на суши. У меня все равно есть такое подозрение, что и Кевин, и Билли будут съедать от суши только верхушку, которая состоит из куриной грудки. Но если зверодетки хотят, мы, конечно, им в этом поможем. Итак, нарезаем огурчики. Конечно, таким ножом нарезать огурчики тонко, это почти что нереально. Поэтому мне кажется, что идея с заворачиванием риса в огурцы отходит на второй план. Итак, внимание, наша первая мини-тарелка готова. Вы, наверное, скажете, что же это за тарелка? Ребята, ну если у нас нет другой, мы же можем использовать чистые деревянные бревнышки. Иначе нам вообще неоткуда кушать, придется руками. Хотя, наверное, Кевина и Билли это совершенно не смутит. Вот Кевин, кстати, все время пытается у меня что-то украсть, когда я готовлю. И иногда получается так, что некоторые продукты даже не доживают до готового блюда. Вот посмотрите, например, этот маленький вор, что творит с куриной грудкой. Неужели у нас будут суши состоять просто из риса и овощей? Эх, хорошо, что мы еще вовремя это заметили. А теперь начинается самая трудоемкая работа. Ой, еще один вор подбежал. Вы посмотрите, ребята, сделать суши в лесу почти что нереально. Ведь зверодетки все съедят. У нас будут просто овощные спринг-роллы, что ли? Я не понимаю. Рис съест Билли, а куриную грудку съест Кевин. Кстати, ребята, на видео вы, конечно, не слышите, но вы просто не представляете, как рычал Билли на Мишу за то, что он не давал ему есть рис. Ведь если он съест весь рис, из чего мы приготовим наши суши? Посмотрите, как он хочет. Так, у нас получились вот такие вот шарики для наших будущих суши. У Кевина уже просто текут слюнки. Мне кажется, он не выдержит, пока эти суши будут готовы. Посмотрите на его мочку. Для настоящего повара самое главное – это терпение. Терпение, чтобы самому не попробовать чересчур много и не поддаться на чужие провокации – кошачьи или собачьи, которые то и дело хотят что-то стащить с твоей тарелки. Итак, начинаем нарезку огурчиков. Ребята, если у вас что-то падает на землю, просто промойте обычной водой. Я надеюсь, вы же догадались в лес взять настоящую бутылочку воды. Ну, хотя бы литровую или полуторалитровую, потому что в лесу испачкать руки не так-то сложно, а вот помыть совершенно негде. Продолжаем оформлять наши суши. Кстати, уже получается довольно ярко. Ну и самое вкусное, самая главная начинка наших суши – это то, что Кевину не терпится так попробовать – куриная грудка. Ай-яй-яй, маленький проказник. Он готов съесть всё и ничего не даст мне приготовить. Эй, Кева, только палец мне, пожалуйста, не откуси. Итак, куриную грудку я нарезаю, а все вокруг меня, включая Мишу, уже облизываются. Посмотрите, какие толстые суши в кавычках у нас выходят. Я не знаю, как открыть рот, но у Кевы явно получится. Мама, ну а настоящих суши есть васаби и имбирь? А у нас, получается, нету? Так, ну начинается. Суши им приготовь, ещё и васаби с имбирём. Знаете что, мои дорогие, это вы слишком круто загнули. Ну вот, суши мы как минимум украсим. А насчёт васаби и имбиря... Кстати, ребята, хорошая идея. Ведь котам же ни в коем случае нельзя имбирь, и мы сделаем вот такие вот красные штучки из помидора. А васаби мы сделаем из гороха. Мы просто его потолчём. Как вы думаете, Кевин поверит, что это настоящий васаби? Или нет? Поймёт, что горох. Ну конечно, ответ очевиден. Ведь Кева видит, как происходит приготовление его суши-сета. Поэтому он знает правду. Но мне кажется, если человек не разбирается, это неплохая замена. Итак, кушать подано. Посмотрите, пожалуйста, на их мордашки. Посмотрите на Билю. Ну что, готовы кушать? Пусики мои. Готовы кушать? Давайте. Налетайте. Давайте попробуем. Ну всё. Серый большой пушистик уже принялся за первый кусок курицы. Кто бы сомневался, угостим на всякий случай Бильку. Билька у нас знает правила этикета и прекрасно понимает, что нельзя брать самое вкусное со стола. Нужно брать то, что лежит ближе к тебе. Поэтому мы его и угостили. А Кевин сметает всё подряд. И рис, и курицу, и перец. Я никогда не видела такого голодного кота. И вы не думайте, он утром завтракал ещё как. Порция у него была королевская. Кажется, я подозреваю, какое блюдо будет самым любимым у котика Кевина. Но надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем готовить суши, у нас будут все ингредиенты, и мы сможем приготовить настоящие кота-суши. Ой, а после вкусного обеда по закону Архимеда кажется, папа с Кевином уже прилегли поспать на травке на уютном тёплом пледике. Ну, а я это, доем свой огурчик, потому что его почему-то никто не стал доедать. И, наверное, присоединюсь к ним. А если вам понравилось это видео, не забудьте написать нам об этом в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!